Такого грабежа не припомнят даже оперативники со стажем. Объектом преступления стал пакет с завтраком из кафе «Быстрого питания». Если кому и смешно, то только не девушкам, которые проходят по этому уголовному делу в качестве подозреваемых. Передаю слово моей коллеге Ольге Павловой из пресс-службы МВД. Раннее воскресное утро. Чебоксарец покупает себе завтрак в кафе «Быстрого питания» и переходит дорогу вместе с приятелем, направляясь к ближайшему магазину. Возле супермаркета стояло трое подруг. Развязка у этой истории получилась неожиданной для всех сторон. Парень не ожидал, что останется без еды, а девушке, что потерпевшей, обратится в полицию. Просто мы стояли около спара после клуба. Я забрала, короче, у парня пакет, дала ему обратно к себе. И просто он улыбался, он ничего не делал. Там даже у нас видео видео он улыбается. С*** мне. Мы еще разобрали, я думала, пакет ей. Просто мы даже там стояли, он нам ничего не сказал. Не зря все же говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Оставшийся без завтрака молодой человек позвонил в полицию. Наряд подъехал в считанные минуты. Следом и следственная оперативная группа. Вскоре в отдел полиции номер два у МВД России по городу Чебоксары были доставлены и виновницы переполоха. Эмоции у задержанных зашкаливали. А если у вас забирают пакет, ну и не важно, что у вас забирают, вы же, естественно, подойдете и скажете, вот, да, это мое, это моя вещь. Но я бы примерно так поступила. А они же, они просто стояли, они вообще ничего не говорили. Они просто улыбались и молчали. А потерпевший настаивает, это был дерзкий грабеж среди бела дня. И не важно, что стоимость завтрака составляла всего 150 рублей. Грабительницы должны быть наказаны по всей строгости закона. Просто хихиха-ха. Вот как раз таки из того, что я хихиха-ха-ха, я подумал, что не шутят. То есть они заигрывают, правильно? Как девушки молодые любят. И вы промолчали, ничего не сказали? Да, я стоял. Сейчас вернет, думаю, хорошо поиграет. И поймет, что у нее не получилось обратить внимание. Я первую же она отдала. Думаю, хорошо, сейчас попробую еще. Потом смотрю, то есть не стало девушек. За угол вверху только ноги блестят все. И убежали. В отношении двоих из приятельниц возбуждено уголовное дело за групповой грабеж. Чем это может грозить, им объяснять не надо. Несмотря на юный возраст, жительницы Чебоксар уже были судимы. Причем по тяжким статьям. И в местах лишения свободы девушкам тоже бывать приходилось. И чем обернется для них нынешний побег с чужой картошкой, решит суд. С подозреваемых взяты обязательства о явке.